Здоровье – самая главная ценность для каждого человека, потому создание условий для его охраны – важное направление в работе местной власти. Год от года в Славянске-на-Кубане увеличивается количество жителей, и в последнее время двух городских поликлиник для оказания медицинской помощи стало не хватать. Для решения этой проблемы в окраинной части города в кратчайшие сроки был построен офис врача общей практики, на открытие которого побывала наша съемочная группа. Дорогая, твой Кубань гордится, твой Кубань красавица, сердцу дорогая. Открытие нового социально значимого объекта – это всегда праздник. Даже зарядивший с утра дождь решил не омрачать этот день и перестал идти для того, чтобы жители Южного округа Славянска-на-Кубани смогли прийти на открытие такого важного для них объекта, как офис врача общей практики. Они думали, что тут поликлинику поставят. Ну, конечно, рады, и нам, и пенсионерам нашим хорошо тут рядышком. Мы довольны, конечно, хорошо. Меньше года понадобилось строителям, чтобы на пустом месте возвести не только социально значимый, но и эстетически привлекательный объект. Самая интересная часть нашей работы – это, конечно, созидание, строительство объектов, строительство зданий, в том числе и строительство объектов здравоохранения. Приятно, что по поручению губернатора Венимина Чакандратьева существует программа в Краснодарском крае строительства офиса врачей общей практики. Это четвертый офис врача общей практики, построенный в районе за шесть лет и первый в городе. Планируется, что в зону его обслуживания войдет более 1700 человек. Прежде им по всем вопросам приходилось добираться во вторую поликлинику, расположенную в микрорайоне Кубриз, что было неудобно. Там переезд, потому что там затруднения такие и далековато. Наш район находится в кубик 16-й школы, поэтому нам далековато. Я живу в районе Тарного завода и тут хоть бы 15-20 минут. Конечно, пока туда поедешь на двух автобусах, а здесь один автобус. Так что все нормально. Современное просторное здание встретило своих первых посетителей, которые смогли ознакомиться с тем, какие услуги здесь будут оказывать. Офис рассчитан на оказание первичной медико-санитарной помощи. Также здесь можно получить доврачебное обследование. Помещение обустроенный, физиокабинет, процедурная и палата дневного стационара. Мы очень рады, что так нас позаботилась наша администрация, строительная организация. Очень быстро все сделали. И так мы рады, мы рядом живем. Я думаю, приятно и зайти. Ну, довольны, мы очень довольны. Приятно, когда позитив какой-то. Спасибо большое всем, кто о нас позаботился. Коллектив офиса небольшой. Врач, медсестра, санитар и техслужащие. Прием будет осуществлять врач общей практики Валентина Витько. Оценивая новое место работы, она и ее коллеги остались довольны. Сделано красиво, на первом уровне и все соответствует нашим медицинским требованиям. Оснащено всем необходимым для оказания как первичной помощи, так же и неотложной медицинской помощи. Можно также рассматривать рентген-снимки, аппарат есть, и оказывать неотложную помощь кислороду, терапия, когда нужна тяжелому больному, то есть до приезда скорой медицинской помощи. Этот объект появился благодаря активному участию администрации Славянского района в краевой целевой программе, направленной на улучшение оказания медицинской помощи. С душой к созданию объекта подошли строители. Работы выполнены качественно и в кратчайшие сроки. Здание построено с учетом всех требований доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для удобства посетителей во дворе оборудованы зоны ожидания. Лавочки и беседка выполнены в едином стиле и создают уют. Строительство офиса – это еще один шаг к решению задачи обеспечить население района не только качественным медицинским обслуживанием, но и сделать это обслуживание максимально приближенным к людям. Теперь жителям Южного округа не придется ехать на прием к врачам в поликлинику в другой район города. Тратить на это немало времени и сил. Обращаться за медицинской помощью будет гораздо удобней. Мария Климова, Игорь Иванчугов, программа «События».